Потому что мы не будем выводить загородную ерунду, понимаешь? Мне очень грустно. Я не хочу ничего делать, я хочу спать. Писали свой первый экзамен. Всем привет. Сегодня, но с первым экзаменом сегодня английский. Естественно, я не знаю. Мои ожидания, вот не спрашивайте у меня ничего. У меня нет сил не волноваться, нет сил ничего-то решать. Вчера я что-то делала. Сегодня я ничего не буду делать. Сегодня у меня сейчас время 7.15. Так, сейчас я вот поем. Привожу свой фейс в порядок. О, фейс. Главное, чтобы не забыть свой фейс в порядок. И буду выдвигаться в школу. Потому что в школу мы поедем уже на этот, по не сороковую школу. Сегодня погода отличная. Это самый теплый день на неделе. Плюсы, так что я еще не владею совсем и такое. Летние. Погнали. Это вот самый завтрак школяра. Овсянка на воде вода. И, конечно, прекрасный вид. Смотрите, у нас все расцвело. Вот что мы будем делать в семьдею без учебников? Для чего? Давай. Успех. Спасибо. Сегодня уже все-таки экзамен. Надо быть красивыми. Но я немножко, конечно, опаздываю. Потому что время уже 7.50. А мне еще ехать. У меня недавно был выпускной. В работу. И там я потеряла свой голос. Честно, я не знаю, сейчас ли слышно или нет. Я тоже не слышу, восстановился он или нет. Потому что я уже не помню, что он настоящий голос. 9, 20, 115, 139, и, конечно, 99. Вау! Сознавцуется в Петербурге, это город наш. Я даже по-новым курсам, по-люшам, не садал. И вот последние дни у меня нет голоса. Ну, как, кстати, волнусь. Ну, не знаю, волнусь или нет. Что-то я пока еще вообще ничего не чувствую. Кстати, вчера решали. А вчера была, как сказать, консультация по-английскому. Вчера мы решали. Вариант Статграда. Ужасный. Ну, типа, хорошо мне. Я думала, типа, будет все хуже. Но Статград, конечно, делает такие работы, что если надо идти на какие-то такие экзамены, то прости-прощай. Не знаю. Что там, чтение такое было. В чтении вроде все правильно. Там такие слова всякие. Уровень от очень не А2, а В1 выше. Но такой уровень, ну, около такого уровня имеется. Так что справимся. Даже хоть дойдут Статград. Сейчас. Секунда. Ну, все. Тема. Одеваемся. Собираем с нами сумку. Паспорт. Паспорт. Салфетки. Единственное, дай бог, пишущую ручку. У Стаси уже нету. Ну, ладно. Все. Время 8.07. Мне дарится не ехать. Много. И сбору 8.30. Какое-нибудь что вы меня ждут? Не простят? Наконец-то началось лето. И все. Я уже на площади. В центре, так сказать. И немножко опаздывала. Но ничего. Я сглубу же. Также показываю вам самое часто посещаемое место мое. Здесь вот я обычно обитаю. Потом я еще где-то здесь обитаю. И всем покажу еще одно место, где я провожу большую часть своей жизни. Где оно? Вот. Школа. Любимая. Пора. Вот мы в школе. Все махаем. Все махаем. Наши френды. Вон, смотрите. Где? А, Юля с Яной впереди. Алиса. Сейчас погури на автобусе хорошие. Все, конечно, в форме. В общем, у меня такое настроение хорошее. Позор. Пи-и. Алиса, ваши эмоции? Очень жарко уже. Ева, ваши эмоции? Мне очень грустно. Я не хочу ничего делать. Я хочу спать. Вчера я поняла, что я забыла купить гелевую ручку. Как ты думаешь, сколько напишешь? Ну, 58 наковырять можно, пожалуйста. Алиса, это твой вариант. Сколько ты напишешь? Я не буду делать ставки. Я тоже не буду. Я тоже не буду делать ставки, потому что я тоже ничего не знаю. Фу-фу-фу-фу тогда. Десять или сюда. Как ваше настроение? Настрой? Мне уже пофиг. Юля. Какой это в английском? Light этот. Traffic light. О, Traffic light. Молодец. Light, по-моему, а не light. А вот, все-все-все. Ирина Анатольевна, как ваши дела? У меня все хорошо. Настройка отличная? Боевой. А вы будете ждать до конца? Да. Мы сажали с работы ушли. Юля, что она творит? Юля, что ты творишь? Нам подарили такие... Она не влезает в мои тассы. Кроссовок. Не влезает? Она не влезает. Придется кроссовок снимать. Мне там, конечно... Смотри, не влезает в учебу. Ты положил в носок прямо. В носок? Конечно. Я потом бы только не забыть про эту пятерочку. Кому-то надо? Да, сейчас я засуну себе. Она у меня в пятки не влезалась. Ну, все. Мы уже на южном. Нам туда, вон идти. Паспорт. Паспорт на месте. Я еще не положила пятачок, но я думаю, я его положу. Что делаем? Повторим текст. Такс. Сулу нагнетающим. А атмосфера, да. Вот школа, в которой мы идем. Нам атмосфера сразу не понравилась. Она какая-то старенькая. Наша хорошая школа. Вот это. Анастасия, привет. Привет. У меня... Батюшки. Соня, мне надо будет с Евами, аудирование сверить, если я... Да мы с тобой не будем выводить, а я одну Ева сверила, понимаешь? И зачем мы даем? Если мы с тобой в одну аудиторию, мы с тобой аудирование сверим? Если мы рядышком сидим. С одной стороны, да, а с другой стороны они сделаны специально, с другой они... Сдаем телефоны, Ева. Как ты будешь три часа без телефона? Я не знаю. Сдаем телефоны. Такс, вот я только-только вышла. Что сказать? Что сказать? Ничего не сказать. Так что, ну всё, в парке мы с Юлией, с Юлией написали свой первый экзамен, первый экзамен. Да, и научили какого-то мужика играть собачий вальс, я очень с тобой горжусь. Я вам потом вставлю видео, вот на этом фортепианном, нам его недавно поставили. Теперь мы культурная столица Урала. Мира. Культурная столица мира. И амбассадор культурного движения Диакова Юлия Радуниева. Все записываемся на уроки музыки. Да. Каждое утро в 10 утра мы встречаемся около этого фортепиано. Палка, что ты ещё раз пройдёшь? Всё, мы написали, у нас ощущения нормальные. Думаем на 4-5 пойдёт. Ну, 3, но тут уже если... Если мы лохи? Да. Ну... Нет, я на 5 вообще. На 5 ты считаешь? Да, на 5. Меня на тоже 5, потому что, ну, иначе... Зачем я тогда год старалась? Можно было вообще не сдавать. Всё, мы с Юляшей попрощались, она ушла домой. Я иду на работу поговорить, решать важные вопросики. Всё, а потом я пойду в юночный концерт в юности. Вот так, сегодня у нас такой лайтовый день. Халява. Мне очень нравится сегодня. Сегодня прекрасная погода. Какой красный ветер. Очень классно. Очень красиво. Я спорт. Сейчас я вам присяду, может. Когда присяду, я вам всё расскажу. Что было вчера, что не было. А пока... Зарядочка. Ну, всё, я закончила. Просто думаю, что не знаешь, что это. Сегодня мы улетели порцию. Сегодня мы стоим на 3 километра за 15 минут. Стоят, внимание. Стоят. Буду ножки тянуть. И... Войдет домой, потом у меня соус 10. Надо поступать в школу, а... Алексей Фуарк, а вот не было. Стоят. 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 Ну, в принципе, всё. Моя пробежка закончена. Я вышла минут в сорок. Ну, как раз я тут у нас не бегала. И пятную путь я ходила разминалась, ножки приводила в пяток. Потому что я там давно уже не бегала. И за школу там по утрам не могла. Вот сегодня, сегодня выдалось, что я открыть ему уроку. Так что я решила сегодня сбегать. Вот вообще прекрасная погодочка как раз выдалась. Не жарко, не холодно. Везде вот собачники. Я вышла в такое время, потому что все гуляют с собаками. Я вот бегу, на собачьи гляжу. Весело. Что ещё? Всё. Расскажу немножко по поводу вчерашнего. Ну, после вчера я вышла. У меня было такое ощущение. Во-первых, нам не понравилась школа, которая писала. Но там такой не вайп. Там просто туалеты старые. Ну, в общем, нам как-то... Вот. Во-первых, вот атмосфера не понравилась. Но плюс, что там было столько всяких людей, организаторов. Все вот нас... Вот мы сидели, писали. Всё мы написали. Нам каждого... Вот я вышла. Мне дали дяденьку, который проводил меня до... Ожидания устной части. Мы там сидели. Там нас тоже встретили организаторы. Заполнили всё каким-то бумажкам. Кто где сидит. Всё вот это записывается. Везде, конечно, камеры стоят. Всё. Потом ждали устную часть. Я недолго ждала свою устную часть. Я вот пришла. Подождала группу вот 15 минут и пошла. Всё. А там на столах были всякие книжки, атласы. Ну, в общем, ну, нам было чем заняться. Разговаривать мы, конечно, не разрешили. Почему? Мы не знаем. Всё. Ужная часть у меня должна быть лёгкая. Там у меня было первое задание про матрёшку. Я читала. Там какой-то очень лёгкий текст был. Только для меня... Не знаю, прочитала я его хорошо или нет. Потому что он, правда, был лёгкий. Второе задание у меня было про музыку, про арт, про искусство. Меня спрашивали. Тоже довольно простые вопросы. Думаю, только хорошо ответила. А монолог у меня был про ТВ. Так, что у меня закончилась память. Продолжаем. Ужная часть была в формате Светлана УГЭ. Там вот тоже примерно так же было. Всё, заходишь, заполняешь там свои всякие номера регистрации, банка. И ты сидишь. Потом у тебя просто проверяют звук. Главное настроить звук, чтобы у вас был на максимум. Потому что ты его один раз настраиваешь, и всё. Типа, потом, если тебе будет не слышно вопрос, это уже будет твоя проблема, потому что я не настраивала звук. Всё. Я там слушала, читала. Потом слушала текст. Всё нормально. Всё было достаточно просто. Достаточно простая программа была. Всё, в принципе, вам всё расскажут. Там даже у нас была распятана инструкция на столах. Вы нам сказали прочитать инструкцию, потом пойдёте. Все читали, как она работает, эта платформа. Так что всё, всё было гуд. Всё гуд. Сейчас я отправляюсь вот туда, в школу. Потом надо заехать. Мне печаль в футболке отдать. Потом мне будут танцы. Пока что-то испортилось, немножко нет. Но это даже хорошо. Потому что вчера я немножко сгорела. Штёска. Вейп. Всё. Погнали. Показываю, что я беру с собой. Папочка. Папочка с всякими этими вариантами. Потом информатику сборник. Потом для лепить и водятку. И потом, конечно же, пенал. Вода. Сама футболка для печати. Форма. Ещё будут кроссовки и зарядка. В принципе, всё. Все партнеры для лечения. И я с удовольствием отдаю в целом виновникам сегодняшнего. Сама футболка для печати. все я отдала футболку на печати вики на подарок завтра как всегда вовремя еду кушать бабушки я не записала как я пришла на танцы а то называла дождь на танцы и бегу на пилатус мне осталось 20 минут я ещё буду русско бежать потому что ничего не успеваю я даже не стала на переводиваться без тренировочной бегу ну не знаю я мега тороплюсь мега спешу на дичайший темп я чуть ли не бегу моя желченькая сила воли не знаю ехать время осталось минут пять до начала оказывается что очень много идей хоть я думаю что 20 минус 5 да 15 все так вот проходят продуктивные будни школьников мой красивый режим